Вы знаете, что касается стиля, у меня как бы получил полный опыт от авторитарного стиля управления в одиночку до, скажем так, какого-то командно-системного. И на каждом этапе свой стиль управления он себя как бы оправдывал, потому что когда компания развивается, когда компания стартует, естественно, нет возможности оплачивать там дорогих специалистов, содержать как бы дорогую команду. И все функции обычно сводятся к управлению одним человеком. И это на этом первом этапе себя оправдывает. Когда компания уже разрастается, естественно, появляется больше функций, больше задач. Вы знаете, очень важно решить несколько задач, которые обычно стоят перед руководителем. Самое главное найти профессионалов. Это самая первая важная задача. После этого нужно убедиться в том, что профессионал хочет заниматься тем бизнесом или тем направлением, в котором вы работаете. И это очень серьезная и самая, наверное, важная, а тактическая задача. Потому что если профессионалу не нравится то, что он делает, он будет делать это не очень хорошо. Это, к сожалению, вывод, с которым, наверное, столкнулись очень многие предприниматели. Он работает. Если человек занимается любимым делом, все получается отлично. Третье, уже после того, как две первые, два первых момента сложились, это делегировать полномочия. Нужно научиться делегировать полномочия людям, которые могут и в состоянии справиться с поставленными задачами. Ну и самое главное, конечно, четвертый пункт, это научиться мотивировать. Я уверен, что такие понятия, как государственный и коммерческий менеджмент, спираются на стандарты, которые достаточно единственные и должны отображать, в первую очередь, умение глибокого аналитического мышления, умение разглядать проблему в разных вариантах, с прогнозом результатов того или иного варианта и из многих вариантов выбирать на оптимальнейший.